Время новостей на телеканале ЖИТСУ. Здравствуйте! В студии Одина Смогулова, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. И в начале выпуска коротко о главном. К духовности и процветанию. В Талдукурганском регионе назначен новый лидер мусульманского сообщества. На все сто президент Казахстана поздравил ветерана журналистики с ликовым юбилеем. Вне зоны доступа жители двух сел Талгарского района бегают по горам в поисках мобильной сети. Уже в это воскресенье пройдут выборы Акимов сельских округов. Все избранные кандидаты будут настоящими профессионалами своего дела и смогут оправдать доверие народа. Высказал уверенность глава государства на своей странице в Твиттере. И призвал казахстанцев принять активное участие в голосовании. По словам президента страны, в интересах народа все необходимые преобразования следует воплотить в жизнь. Напомним, прямые выборы Акимов сельских округов пройдут 25 июля. Такое поручение дал глава государства еще в сентябре прошлого года. По его мнению, предстоящие голосования знаменуют собой новый этап политической модернизации, а также демонстрируют последовательность и эффективность проводимых реформ. В ходе избирательной кампании граждане продемонстрировали высокую активность, глубокую вовлеченность людей в дела государства и общества, солидарную ответственность за настоящее и будущее. В этом, по сути, состоит истинный гражданский патриотизм. Акимы, которые являются главами местных исполнительных органов, должны сыграть ключевую роль в решении одной из приоритетных задач государства – повышении качества жизни казахстанцев. Новый лидер мусульманского сообщества назначен в Талдыкурганском регионе. Теперь оберегать ценности ислама в областном центре будет Алмаз Данагулов. Глава Алматинской области поздравил его с новой должностью на официальной встрече и пожелал успехов на столь ответственном посту. Ранее должность главного имама по Талдыкурганскому региону занимала Ардаху Разбаев. Духовное управление мусульман Казахстана высоко оценило его работу и пригласило возглавить благотворительный фонд. Открыт фонд под названием «Уахат». Эту инициативу поддержал Ельбаса, даже обеспечил стартовый капитал. Однако в последнее время эффективность этого фонда снизилась, и нам нужен новый руководитель. После целого года раздумий на Русбай-Кажик главный муфти Думка принял решение доверить это Ардаку Разбаеву. На него возлагаются большие надежды. Теперь должность главного имама по Талдыкурганскому региону занял Алмаз Данагулов. Во время официальной встречи Аким Алматинской области пожелал ему оправдать доверие населения и добиться больших успехов на новом посту. Наши главные приоритеты – спокойствие и благосостояние народа. В этом также заключается задача, поставленная перед нами первым президентом Республики Казахстан. Если весь наш народ поставит сплочённость и благочестие в качестве высших ценностей, мы добьёмся любых высот. Новый глава мусульманского сообщества проработал на благо региона почти 25 лет. На пожелания Амады Кабаталова он ответил, что приложит все силы, чтобы оправдать доверие народа. Рустам Аралбаев, Алмат Хамид, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Президент Казахстана поздравил ветерана журналистики с вековым юбилеем. Благодарственное письмо, подписанное Касым Жумартом Тукаевым, Ханамбубе Акжоловой вручила министр информации и общественного развития Аида Балаева. Свою землячку лично поздравил и первый заместитель Аким Алматинской области Элизат Турлашев. Ханамбубе Акжолова посвятила развитию казахской журналистики долгие годы своей жизни. Это подчеркнуло в своем выступлении глава Министерства информации и общественного развития Аида Балаева. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати Ханамбубе Акжолова внесла неоценимый вклад в развитие средств массовой информации страны. Пройдя образцовый жизненный путь, вы достигли почтенного возраста и являетесь примером как для молодежи, так и для старшего поколения. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати вы внесли огромный вклад в развитие средств массовой информации страны. Выражаю вам благодарность за плодотворную работу на благо страны и искренне поздравляю со столетним юбилеем. Выдающийся казахский общественный и государственный деятель Алжас Сулейменов отметил, что жизненный путь журналистки служит примером как для молодежи, так и для старшего поколения. В свою очередь первый заместитель Акима Алматинской области Лазад Турлашев передал слова приветствия главы региона. Кроме того, Ханымбубе Акжоловой было присвоено звание почетный гражданин Алматинской области. «Поздравляю вас с этим знаменательным днём. Желаю здоровья, благополучия вашей семье. Ваш вклад в развитие казахстанской журналистики огромен. Вы пример для подражания не только для современных журналистов, но и всех граждан». Ханымбубе Акжолова родилась в Алматинской области. В 1944 году поступила на отделение журналистики филологического факультета КАЗГУ имени Кирова, где училась наряду с такими известными личностями, как литературовед профессор Муслим Базарбаев, известный ученый и писатель-журналист Мукан Мамажанов, писатель Кемель Токаев. Долгие годы работала в республиканской газете «Ягимен Казахстан». Затем вернулась в родные края, где была назначена редактором Жамбылской районной газеты «Ягпендейенбек». Свои знания она передала многим ученикам. Десятки успешных журналистов страны сегодня с гордостью вспоминают, как обучались у неё. «Для меня Ханамбубе Ахжолова – эталон профессионализма и, без преувеличения, пример для подражания. Для меня большая честь быть воспитанником мэтра журналистики. Благодаря заданному ею направлению я смог не только добиться желаемого, но и найти своё предназначение в жизни. Мою благодарность ей не выразить словами». В свою очередь Ханамбубе Ахжолова, поблагодарив за тёплые поздравления главу государства, направила президенту один экземпляр новой книги «Бергасыр-Бегинде». В Талдыкургане открыта мемориальная доска в честь известного писателя. Теперь фасад дома в микрорайоне «Каратал», в котором жил Турсын Абдуалиев, украшает своеобразный мемориал памяти. Член Союза писателей Казахстана Турсын Абдуалиев – уроженец Куксузского района Алматинской области. Трудовую деятельность начал рабочим на железнодорожной станции «Айнабулак». Учился в Средловском государственном педагогическом институте и Московской академии общественных наук. Прошел путь от простого корреспондента до главного редактора республиканского издания «Жеруёк». Турсын Абдуалиев – автор прозаических произведений «Аула Замата» и других. Он был исключительно умным и разносторонним человеком, знал ответ на любой вопрос. Турсын Абдуалиев при жизни очень много сделал для народа и нашей области. Он запомнился как отзывчивый и внимательный человек, а его работы были написаны для простых людей. Теперь память о такой замечательной личности никогда не исчезнет. О ситуации с коронавирусом. Темп прироста заболевания по области за последние две недели значительно увеличился. Только за последние сутки в области зарегистрировано 230 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Из них 34 – бессимптомные. Детская заболеваемость составила 22 случая среди детей до 14 лет. Антирейтинг по количеству зараженных возглавляет Алакольский регион, на втором месте – Балхашский. Строгое соблюдение санитарных норм и вакцинация остается самыми эффективными способами борьбы с инфекцией. По заявлению медиков, 42% населения области провакцинированы. К новостям республики. Почти 500 свадебных торжеств пресекли за 6 месяцев с начала года члены мониторинговой группы в Туркестане. Свыше 300 тысяч человек привлекли к административной ответственности. По решению суда закрыли 23 объекта общепита, а организаторы свадеб – оштрафованные на 184 миллиона тенге. Из-за ухудшения эпидситуации в регионе введены новые ограничения, но даже немалые штрафы не становятся препятствием для желающих повеселиться в карантин. Нарышают запреты эпидемиологов и в сельских районах. В Сарагарском районе за сутки провели три торжества. Район в антилидерах по темпам заражения. Тем не менее, здесь в один день организовали беташар, шильдя, хану и сунде той сотнями гостей. К ответственности привыкли как владельцев ресторанов, так и организаторов тоев. В Атерау 21-летняя девушка вымогала деньги у 18-летнего парня. Сначала она взяла у него 2 миллиона тенге, потом потребовала еще полтора миллиона. Сообщает полиция Кизет. Молодой человек обратился в полицию. По его словам, все это время она шантажировала, что заявит об изнасиловании. Однако парень утверждает, что интимная связь состоялась по обоюдному согласию. Они даже работали в одном месте. Сотрудники управления по борьбе с экстремизмом Атерауской области задержали подозреваемую при вымогательстве 500 тысяч тенге. В ходе расследования выяснилось, что гражданка была членом деструктивной религиозной секты. В настоящее время в отношении 21-летней девушки ведется досудебное следствие. Также выясняется, была ли она причастна к другим фактам вымогательства. Больше 30 лет без центрального водоснабжения жители Бесагарского сельского округа Жамбылской области вынуждены пользоваться колонками, сообщает Хабар-24. Вода в них с песком. Порой попадают и дождевые черви. Из-за некачественной оживительной влаги у большинства жителей появились различные болезни. К слову, за лекарствами от этих болячек приходится ездить в областной центр. В своей аптеке в ауле нет. Центральный водопровод Бесагаша был, но за последние 30 лет система пришла в негодность. Сейчас единственный источник воды – это колонки. Если в теплое время года их постоянно нужно раскачивать, то зимой еще и отогревать. Отметим, в Бесагарском сельском округе проживает больше 6 тысяч человек. Жители надеются, что их проблемы чиновники услышали, а обещания дадут результат. 9 лет колонии получил судья из Алматинской области за получение взятки. Об этом сообщили в агентстве по противодействию коррупции. Осужденный Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашева 12 миллионов тенге. Эта сумма предназначалась судье Уйгурского района за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им. Однако областным судом Юлдашев все-таки был осужден. После того, как раскрылась взяточная схема, у Юлдашева выявили сразу две судимости. Первая, полученная ранее, от которой он пытался откупиться. И вторая – за покушение на дачу взятки. За это он получил 8 лет лишения свободы. Сулейменова также осудили. Он получил 9 лет лишения свободы и пожизненный запрет работы на госслужбе. Приговор еще не вступил в законную силу. На плохое качество связи и интернета жалуются жители сел Береке и Рыскулова в Толгарском районе. По их словам, невозможно даже сделать звонок, не говоря уже о выходе в интернет-пространство. Особенно трудно приходится школьникам и студентам. Вице-министр цифрового развития Казахстана Асхат Оразбек лично встретился с сельчанами и выслушал их обращения. Также во встрече приняли участие заместитель Акима области Жена Стуяков, Аким Толгарского района, Кайдар Абдыханов и представители операторов связи. Бегать по горам в поиске сигнала мобильной связи жители сел Береке и Рыскулова уже привыкли. По их словам, некачественная связь здесь постоянно. Больше всего жителей беспокоит приближение учебного года, пока неизвестно, в каком формате будет проводиться обучение. Однако вновь пережить проблемы, связанные с дистанционным форматом, ни педагоги, ни ученики не готовы. Свои переживания они изложили на встрече с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Мы решили по стране посмотреть самые такие болевые точки, туда прям приехать, с жителем переговорить, понять, какие ключевые проблемы там есть. Может быть какие-то подводные камни, где можно будет помочь со стороны нашего министерства. Мы с операторами достаточно четкое понимание выработали, что мы должны в селах качество значительно улучшить. Это первое. Второе. У нас есть для этого инструменты. Третье. Акиматы сейчас активно вовлекаются в эту работу, готовы поддерживать, готовы помогать. Все сейчас смотрят на то, как дать возможность населению пользоваться качественными услугами, и это воодушевляет. На самом деле другой вопрос, что потребуется какое-то время. Не всегда достаточно быстро можно разменуть инфраструктуру. В свою очередь операторы связи называют несколько причин некачественной мобильной сети. Скорость интернета в этих местах значительно снижается в так называемые часы наивысшей загрузке. Это когда одновременно интернетом пользуется большое количество человек. Особенно повысилось потребление интернет-трафика в связи с пандемией, утверждает представитель ТОО «Мобайл Телеком Сервис» Бексултан Мирбеков. В такой ситуации достаточно просто расширить емкости сети и снять нагрузку с базовых станций. Эту работу МТС планирует провести в селе Береке до конца сентября. Мы с началом пандемии, конечно же, эту работу по улучшению качества по всей стране проводим. В частности, если брать Алматинскую область, то в Алматинской области у нас работы не останавливаются никогда. В целом ежемесячно, еженедельно проводятся работы по апгрейду, по улучшению качества. Где-то мы новые базовые станции устанавливаем, где-то расширяем. В конкретике по Алматинской области у нас есть задача на текущий момент обеспечить сельские населенные пункты с численностью жителей от 250 человек и выше мобильным ШПД. Эти у нас обязательства до конца 2022 года. Мы сейчас работаем по ним, выполняем, в принципе, срок. Алматинская область у нас обеспечивает связь МТС, то есть мобайл-телеком-сервис. При этом мы также понимаем, что мы должны быть тоже в этих селах. То есть, когда улучшится качество связи техническое обеспечение со стороны МТС, мы уже тоже придем и поставим свою базовую станцию, будет обеспечиваться соответствующее качество связи. Взяли у начальника цифровизации список проблемных населенных пунктов, в которых существуют проблемы с качеством связи. Да, будем также отрабатывать. Стоит отметить, нередко работе операторов связи препятствуют и жители населенных пунктов. По словам Айман Мадахметовой, существуют отдельные группы людей, ошибочно полагающих, что станции приносят вред здоровью и являются источниками электромагнитного излучения. Специально для таких радиофобов в скором времени начнут повсеместно проводить разъяснительные мероприятия. Аделя Кжаркинова, Ербол, Атантелов, телеканал ЩИЦУ. На Казахстан надвигается аномальная жара. Столбики термометров на юге и юго-западе страны достигнут отметки в плюс 46 градусов. Однако, если одной части регионов придется бороться с сильной жарой, другой, напротив, нужно будет брать с собой зонты и прятаться от раскатов молний. Службы спасения предупреждают о том, что в западно-казахстанской области ожидается гроза и усиленные ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Все это будет сопровождаться дождями с переходом в град. Жители Алматинской области, по словам синоптиков, ожидают жаркие выходные. Температура воздуха поднимется до плюс 38-42 градусов. При усолнечной активности казахстанцам рекомендуют не рисковать здоровьем и поменьше находиться на улице. Сети эпидемиологических хакеров орудуют в Чехии. Так полицейские прозвали злоумышленников, атакующих исключительно больницы, поликлиники и частные медцентры. За последний месяц количество таких преступлений увеличилось на 267%. Неизвестные полностью парализовали работу компьютеров. Ущерб здравоохранению Чехии оценивается в миллионы долларов. Пациентов, поступивших в учреждения, экстренно доставляли в другие клиники, в том числе и в соседних городах. В Праге создан особый отдел по борьбе с эпидемиологическими хакерами. Однако пока работа не принесла ощутимых результатов. По одной из версий, за атаками стоят иностранные группировки, находящиеся в Украине либо в Болгарии. Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на границе между Коста-Рикой и Панамой. Эпицентр подземных тлочков находится в Тихом океане в 113 километрах от пограничного моста Бурика в Панаме. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало панику в большинстве районов Коста-Рики, в частности в столице Сан-Хосе и других крупных городах. Сведения о жертвах и серьезных разрушений пока не поступало. Однако сотрясения ощущались по всему региону, вплоть до северной границы. В сети появляется множество видеороликов, на которых видно, как волны размевают берега. Людей беспокоит вероятность цунами, вызванного таким сильным землетрясением. Местные власти рекомендуют жителям покинуть прибрежные районы. Ковид-пропуска вводят в Италии. Так называемые «зеленые пропуска» нужно иметь для посещения мероприятий, а также заведения общественного питания. Данные сертификаты получат только те граждане, сделавшие прививку или имеющие отрицательный тест на коронавирус за последние 48 часов. Помимо кафе и ресторанов, пропуск понадобится для входа на спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали, концерты, а также в театры, кинотеатры и бассейны. Сертификат также будет требоваться и для поездок в транспорте. Это касается самолетов и поездов дальнего следования. В Талдыкургане собрался практически весь цвет отечественного пляжного волейбола. Они участвуют в финальном туре Кубка Республики Казахстан. За титул чемпиона ведут борьбу 10 мужских и 9 женских команд, представляющие три региона страны – Алматинскую, Мангостаускую области и город Алматы. Лилия Штогрина продолжит. Турнир проходит по системе «двойное выбывание», когда одно поражение не лишает шансов не только на попадание в призеры, но и на завоевание главного трофея. Соревновательная сетка здесь разделена на две части – победителей, верхняя часть, и проигравших. Нижняя часть. Изначально все начинают в верхней части. Проигравшие в сетке победители команда опускаются в нижнюю часть. Потерпевшие же поражения в нижней сетке команда покидают турнир. Отличие данного формата от классической олимпийской системы на выбывание в том, что фавориты имеют право ошибиться, но только один раз. Та команда, которая два раза проигрывает, они выбывают уже из игры, и там победит, то есть у каждой команды, у каждого игрока есть рейтинг. И вот у кого большой рейтинг, они встречаются, у кого меньше рейтинг, и в итоге по схеме, по схеме, по системе, они выходят уже, выбывают слабые команды, и к финалу приходят уже более, которые не проиграют, и уже играют они полуфинал, и потом финал. Пляжный волейбол развился как самостоятельный вид спорта из классического. Между этими двумя разновидностями существует много общего, но есть и существенные отличия в правилах и технике игры. Как известно, в классическом волейболе команда состоит из шести человек, а здесь их всего двое. И это ключевое отличие, которое придает пляжке особый шарм. Если в классике у каждого игрока свои сектора и задачи, есть нападающие, связующие, защитники, то в пляжном собрате каждый должен быть универсалом и выполнять все эти функции. Пляжный волейбол, он вообще кардинально отличается от классического, абсолютно во всем. В какой-то мере он сложней, потому что там только два игрока, нет замены, игроки должны быть универсальными, уметь выполнять абсолютно все действия. Мы играем в различных погодных условиях, как вот сейчас, например, и дождь, и сильное солнце. И, в принципе, на песке нужна очень хорошая физическая подготовка. Перспективы развития в Казахстане этого вида спорта неплохие, но, как и везде, необходимо финансирование хорошее, тренерский состав, хороший подбор игроков, ну и, конечно же, любовь игроков к этому виду спорта. Татьяна Машкова в паре с Ириной Цымбаловой, представляющей команду ЖТСУ-1 Алматинской области, по праву считаются главными фаворитами Кубка Республики Казахстан. Они – бессменные лидеры казахстанского женского пляжного волейбола, шестикратные обладатели главного трофея нынешних состязаний, семикратные чемпионы страны, призеры мира и Азии. По мнению специалистов этого вида спорта, сегодня главная задача – подготовить нашим профессионалам достойную смену. Сейчас в настоящее время подрастает молодежь из Толгарского района, которые участвовали в чемпионате Азии. Конечно, они еще слабенькие, но уже потихоньку-потихоньку они набираются опыта и, я думаю, заменят наших девчонок Цымбалову с Машковой. Что касается мужского турнира, то здесь по итогам первого соревновательного дня лидируют представители АКТАУ. Имена победителей призеров Кубка Республики Казахстан по пляжному волейболу будут известны 25 июля. Лилия Штогрина, Абылай Куттыкбаев, телеканал ЖИТСУ. Сегодня национальный стадион в Токио принимает будущих чемпионов. Здесь состоялась торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр. Впервые в истории из-за пандемии она прошла без зрителей. На трибунах только 950 официальных лиц, дипломаты, спонсоры и представителей Международного Олимпийского комитета, а также главы 15 государств и международных организаций. Кроме того, еще одно ноу-хау открытия – два знаменосца – мужчина и женщина. Флаг Казахстана на церемонии открытия пронесли олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Ольга Рыбакова и серебряный призер чемпионата мира 2019 по боксу Камшибек Кункабаев. На 32-х летних играх будет разыграно 339 комплектов медалей. Нашу страну представят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Напомним, атлетами Алматинской области на отборочных турнирах завоевано 11 олимпийских лицензий. Мы гордимся нашими спортсменами, которые завоевали олимпийские лицензии в острой борьбе с сильными соперниками мирового уровня. В греко-римской борьбе – это Асхад Дельмухамедов. В тяжелой атлетике – Зульфия, Чиншанло и Сон Игорь. В велоспорте выступит Пономарев Сергей. В соревнованиях по легкой атлетике – Ратова Айман и Иванов Иван. Погребли на байдарках и каное Усова Светлана. По стрельбе и звуко нашими ребятами завоевана одна командная путевка и три индивидуальных. Их обладатели – Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдулин. Такой сложилась информационная картина на сегодня. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова